На улице Кубика при весьма подозрительных обстоятельствах горел припаркованный на ночь во дворе дома Porsche Cayenne. Огонь под капотом появился без четверти три и уже через пару минут привлек внимание жителей двух домов. С оглушительным хлопком взорвалось переднее правое колесо. Поднявшиеся из постели люди в первую очередь подумали о своих машинах. Их в тесном дворе довольно много. Я как мы подошел, смотрю, просто машина горит. Он говорит, типа взорвалась машина. Я говорю, в смысле, нифига себе? Я говорю, а где мой прогресс? Получается, у меня машина рядом стоит. Я спросу, не понял, что вообще произошло. Говорю, блин, а где моя машина? Она там, перед домом, после подъезда. Я говорю, точно? Он такой, да. Я потом такой смотрю, да не, он же стоит, надо перегнать. Я сначала поснимал, взял телефон, начал снимать. Горящий в три часа ночи Кайен с красивым дьявольским госномером сразу вызвал подозрение. Хозяйка автомобиля, купленного год назад за миллион сто тысяч рублей, похоже, стала жертвой поджога. По-любому, ее просто кто-то ненавидит, прямо не уверит, потому что время такое, просто самый пик, то, что плюс 25, подошел, что-нибудь намотал. Явных улик поджигатель, если это была атака, не оставил. 30-летняя хабаровчанка на вопрос о своих подозрениях ответила так. Официально горожанка не работает, однако род ее занятий и образ жизни таков, что она имеет большое количество потенциальных недоброжелателей. В связи с этим она затруднилась назвать конкретную личность, которая может стоять за этим пожаром. Ликвидация возгорания с прибытием пожарных заняла лишь несколько минут. Однако эти минуты, похоже, стали последними в эксплуатации дорогого кроссовера. Моторный отсек выгорел полностью, копоть попала и в салон. Автомобилистка оставляла машину на этом месте постоянно. Манера парковки, по крайней мере, этой ночью нареканий не вызывала. Проверку этого ЧП ведет городская полиция. С места происшествия Денис Коршумов, Михаил Сергеев и Виталий Векслер.